По одному. Температура? Да, совершенно верно. Мы законы знаем. Есть такой? Дальше. Есть. Теперь прописку. Прописка. Вот и Линская, 60. Как раз здесь. Да, все верно. Ручку. Вот гидалочка. Самый лучший. Это маркер. Самый лучший. Все, пожалуйста. То есть есть выбор? Ну, все-таки да и нет. Ваня. Тут да и нет. Ага, я знаю. Да и нет, не говорите, черный с белым не берите. Там ручка есть, да? Там ручка есть, да и нет. Спасибо. Тайна голосовая. При открытых что там? При открытых что там? При открытых? Тайна, но при открытых. Открытая тайна. Открытая тайна? Ну, собственно, а какая? Тайны никакой нет. Все же понятно. Я думаю, что если человек приходит голосовать, то узнает, что он хочет и что он ждет от этого голосования. Тайна, надо сложить, да? А как хотите? Я думаю, надо сложить. Исторический момент. Секундочку. Скажешь, исторический момент у всех, у нашего государства, у всех граждан. Для меня очень важно, потому что есть поправки, которые касаются конкретно моей деятельности. Это культура и искусство, это работа с детьми, поскольку уже много лет я вот у себя в городе веду как художественный руководитель кинотеатральную школу «Гардемаринов» детскую. Вот уже семь лет в этом году будет. Я провожу фестивали детского и семейного кино в Евпатории. То есть для меня вот тема детства и приоритет детей как поправка в Конституцию очень важна, как и многие другие, конечно. И что касается суверенности границ, то, что касается искажения истории, да, фальсификации. И защита животных, безусловно. Ну, то есть практически все поправки, которые были предложены как изменение в Конституции, как дополнение в Конституции, они, мне кажется, жизненно касаются каждого из нас. каждого из граждан нашей страны в той или иной степени, в той или иной мере. Но, тем не менее, все-таки каждого. Вот. Поэтому... А, да. Идеально. По-моему, все меры соблюдены. И дистанция, и, значит, маски с перчатками. И хорошо, что это растянутого времени, потому что вот эта неделя позволяет людям как-то рассредоточиться, что ли, не всем в один день прийти, как это было раньше, когда единственный был день голосования, прийти, скопившись в одном месте, конечно, в условиях эпидемии, в которой мы с вами сейчас, к сожалению, живем и находимся, это представляет дополнительную опасность. Поэтому организация правильная, она везде такая. Я тоже следил за новостями уже второй день со вчерашнего дня. Я смотрю, как это проходит в других регионах, и везде очень такие позитивные отзывы. Я вот, собственно говоря, живой свидетель того, что так и происходит. По крайней мере, здесь у нас в Красногорске вот такая ситуация. Только три человека у нас. Сейчас вот сколько? Около трех часов дня. А вы, как жители Реклама, жители Подмосковья, как считается, жители Подмосковья нужно ли им приходить голосовать? Да всем нужно. Послушайте, жители Подмосковья такие же граждане страны, как и жители других регионов. Конституция у нас одна. Это главный, основной закон, по которому мы живем. Вся наша страна, все граждане. Поэтому тут независимо от того, где мы проживаем, в каком регионе или районе, или городе, или деревне, это важно для... Тут зависит от степени самосознания. Понятное дело. Чем сознательный гражданин, тем он отчетливее понимает, что это важно, необходимо и нужно делать. Что, колокольчик с цветами? По избережным гражданин, где вы можете смело выносливетьсь.